Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Бабай, и мы продолжаем проходить игру The Outer Worlds. Первое, что мы сегодня сделаем, это сбегаем к Ванде Дорсет и расскажем ей о том, что мы нашли этого сраного блондина, который должен был привезти ей лекарства. Вот и доктор Ванда. Если будете все время тут ошиваться, я подумаю, что вы ко мне неравнодушны. Чем могу помочь? Я здесь насчет Ириона. Он не выжил. Ну, как бы да, он не выжил, потому что я его убил, но лекарства вроде бы как были уже отправлены. Или я убил, и лекарства не придут. Тогда это все очень плохо. Ох, вот дела. Наверное, он все же оказался в такой ситуации, из которой не смог выпутаться. Очень жаль. Мне бы тосковать из-за автоматонов, но грущу из-за него. Ну, что поделаешь. Спасибо, что рассказали. Блин, неловкая ситуация получилась. Он сказал, что автоматоны уже в пути, и только по этой причине я его убил. Если бы я знал, что в случае его смерти автоматоны не попадут в больницу, ну, блин, я бы его не убивал. Несмотря на то, что он мудак. Обидно получилось, обидно. Ладно, мне теперь надо поговорить еще с кем-то здесь на первопроходце, и разузнать о научном оружии. Скорее всего, эта женщина общалась с Хортоном, и он ей рассказал, где он спрятал пушки. Если вы насчет газетного клуба, то немножко опоздали. Нет, я по поводу другого вопроса. Я хочу спросить кое-что. Тогда что же вам нужно? Моя мудрость, собранная в течение жизни? А здесь нет варианта спросить про оружие. Спасибо за внимание, прекратить разговор. Короче, по разговору там ничего нет. Возможно, я просто могу купить у нее эту пушку. Типа, вот, возьму торговать. Мне на аукционе всего холама на прошлой неделе попалась очень милая керамическая чета там. Я сразу же куплю отмычки, я их всегда покупаю. А вот, есть какие-то штуки по заданию. Разбитый датапад морпеха. И ГРО Гефест. Архивный картридж. Я куплю и то, и другое. Да, наверное... Наверное, что-то из этого мне нужно было как раз таки по заданию. Я вижу, что оружие бездны обновилось. Хорошо. Ладненько, давайте тогда теперь сваливаем в Эмералд Вайл и найдем Траска. Я и забыл, как здесь красиво в этой лаборатории. Ммм, красота. Так, 185 метров где-то в горах. Там еще какая-то пещера. Возможно, сходим в пещеру, я не знаю. Может быть, там что-то будет. Кстати, я эту локацию полностью зачистил, но... Все мобы отреспаунились. Все мародеры отреспаунились. Можно опять искать ресурсы. Это как бы такое себе. Вот это мне не нравится. Ну, типа, если я уже зачистил, то какого хера? Слушайте, а здесь целая делегация, здесь не только Треск. Ну, давай, мужик. Надеюсь, у тебя получится отмазаться. Не знаю, кто ты и чего ты тут рыскаешь, но догадываюсь. Ты из головорезов Харлоу, так? Он послал тебя за мной? Да, Харлоу сказал, что ты его предал. С чего ты взял, что я работаю на Харлоу? Твоя жена рассказала, где тебя искать. Да, Харлоу сказал, что ты его предал. Ну да, что он еще мог сказать? Ситуация у нас с тобой патовая. Харлоу нужна моя смерть, а я умирать не намерен. Почему ты предал Харлоу? Харлоу просит твое кольцо как доказательство твоей смерти. Больше ничего не надо. Почему ты предал Харлоу? С чего мне тебе доверять? А чем ты рискуешь? Что Харлоу пошлет за твой незнакомца с пушкой в руках? Если бы я хотел тебя убить, мы бы не разговаривали. Ну, пусть будет второй вариант. Ну да, резонные замечания. Слушай, я не знаю, как там Харлоу присел тебе на уши, но поверить ему только дурак. Я не предавал Харлоу. Это он предал всех нас. Он подголучник коллегии. Уже не первый год их титьку сосет. Ну ты кадр, Трэск. Иди коровцу доить. Я тебе ничего не должен. Я сказал правду. Харлоу просто ресурс коллегии. Дешевый наемник в диссидентском плаще. Ты просишь поверить тебе на слово, лучше покажи какие-нибудь доказательства. Я не стану тебя убивать, Трэск, но вот кольцо у тебя попрошу. Погоди, тебе придется кое-что объяснить. То есть ты утверждаешь, что Харлоу меня использует? Давай доказательства, мужик. Есть у меня доказательства, у коллегии без бумажки все букашки, так что средов остается много. Мне в руки попала переписка Харлоу и работодателя. Не знаю, так ли важны эти документы. Что мне было с ними делать? Предъявить коллегии? В Алкионе нет ни одного представителя власти, который бы поставил Харлоу на место. Если у тебя есть доказательства, показывай твердость духа. Нет, есть, ты на него смотришь, ничего себе, как пафосно. Надо было показать бумажки его команде, обличить его. Пусть будет твердость духа, чисто чтобы опыт получить. А ты не такой, как рассказывают о других людях коллегии. Ребят, у тебя на месте. Если хочешь везти Харлоу на чистую воду, я тебе мешать не стану. Я спрятал документы до того, как Харлоу успел меня выгнать. На базе в одном из служебных коридоров есть нерабочая вентиляционная шахта. Вот туда я и засунул доказательства. Какой стати коллегии платить Харлоу? Каким образом Харлоу служил коллегии? Занимался санкционным пиратством. Он уничтожил неугодные коллегии корабли и брал в плен всех, кого было нужно. За пленных мы требовали выкуп. Харлоу нравилось самому этим заниматься. Соберет на личном корабле тех, кого схватили, и что-то там еще делает. Только летал Харлоу не за выкупом, он продавал пленных коллегии. Понятия не имею, куда их потом девали. На перевоспитание, на тартар, может еще куда похлеще. С какой стати коллегии платить Харлоу? Потому что он продает себя. Коллегия готова купить все, что только можно, в том числе преданность. Харлоу умел располагать к себе людей и не знал жалости. За Арканем Харлоу коллегия получила верного информатора, пирата, контрабатиста и лидера банды в одном вонючем флаконе. Такое предложение надо брать. Ну ладно, можешь дальше не продолжать. Значит ты принял решение? Я не стану тебя убивать, но вот кольцо у тебя попрошу. Скажешь Харлоу, что я мертв, чего бы и нет, к этой жизни я не вернусь. Давай колечко. Вот, держи кольцо и прими мою благодарность, на что бы она там тебе не сгодилась. Всего хорошего. Я почему-то ему верю. Я, конечно, посмотрю еще потом доказательства, но на данный момент я ему верю больше, чем Харлоу. Уж больно он какой-то мутный тип, скажем так. Так красиво тень падает, такая красная. Когда заход чего-то там, я не знаю, но это же не солнце, солнца здесь нет. Но вот, вот, круто. Ладненько, теперь валим на Сциллу. Поговорим там с Харлоу. И поубиваем немножечко тех тварей, которые нужны неоки. Тут как-то так странно, точки все разбросаны. Мне придется по всем по ним бегать, чтобы собрать эти сраные феромоны. Надеюсь, что нет. Надеюсь, хватит только в одной точке всех перебить. Главарь банды. Так, надри на дистанции, мне лучше вот так пострелять. Вот, тут ко мне уже летят. Ой, нет. Огнеметы это не то, что мне сейчас нужно. Господи, как же теперь они все быстренько рассыпаются. Пипец просто. Железы первобытного. Чего? Похоже, действительно придется по всем точкам сваливать, чтобы достать вот эти железы. Как они смешно умирают, конечно. В таких позах застывают. Так, вот там еще один. Сука, перезарядка. Да, мои ребята его убили быстрее, чем я перезарядился. Ясненько. Хорошо. Пошли к следующей точке. Мне интересно, что вот это за такая большая хрень. Можно ли как-то проникнуть внутрь. Кстати, эта планета как будто бы под каким-то куполом. Если посмотреть, то по краям планеты вот такое какое-то поле защитное или что это. Так, ну пойдем поговорим с этим продажным ублюдком. Если это правда, то сейчас может начаться какое-то месиво. Так, вот здесь должны быть спрятаны доказательства. Спрятанные чеки. Эти чеки с подробной информацией о выплатах наемнику S. Harlow, выпущенные от имени коллегии. Также включены названия нескольких грузовых кораблей, ставших целью экипажа Harlow. Их судовые манифесты и общая стоимость всех грузов, доставленных предоставителем коллегии. Да, я возьму это. Какие новости? Ложь 20. Показать кольцо Треска. Готово. Треск мертв. Треск рассказал тебе много интересного, Harlow. Атаковать, это ты предатель. Ладно, давайте используем сначала ложь, а потом уже будем решать. Выходит так. Вот и пришел конец Треску. Благоразумный был человек. Но сглупил, и теперь будет гнить. Надеюсь, ты никогда не окажешься в моем положении, капитан. Тебе не придется вздыхать за облегчением, подавив метеж. Треск, кое-что я тебе рассказал. Да я сам уже сомневаюсь. Треск сказал, что ты работаешь на коллегию. Да, Феликс, забудем о словах Треска. Он просто юлил, чтобы спасти свою шкуру. Да, я тоже... Хорошо, что прям Феликс встрял в этот разговор. Треск сказал, что ты работаешь на коллегию. Это серьезное обвинение. Полагаю, доказательства у вас при себе? Треск дал мне слово, и я склоняюсь к тому, что он мне не врал. Показать документы, тебя купили. Вот даже чеки есть. Ты сволочь, Харлоу, других доказательств мне не надо. Второй вариант. Эти бумажки ничего не доказывают. У каждого есть деловое отношение с коллегией. У нее же вся колония под каблуком. Это Треск тебе на усы, колбокая гнида. Он пытается меня уничтожить. Я думаю, тебе надо объясниться перед Феликсом. Проницательность. В нашу первую встречу ты сказал, что Треск информатор коллегии. Ты солгал. Твой друг держит нас за идиотов, Феликс. Не хочешь его проучить? Мне надоело с тобой спорить. Треск был прав. Ты заслуживаешь смерти. Используй проницательность, чтобы качаться, опять же. Какая наглость в лицо называть меня лжецом. Мне надоело с тобой спорить. Треск был прав. Ты заслуживаешь смерти. Брось, Харлоу, с какой стати Треску выдавать тебе твоим работодателям? Откуда мне знать? И какая мне разница? Треск был предателем. Я не просил тебя разбираться в его мотивах. Я просил его устранить. Клайд, посмотри мне в глаза. И скажи, что это неправда. Я тебе поверю. Не надо говорить со мной, как с обычным преступником, Феликс. Это ты тут на птичьих правах. Не знаю, какого яда этот змеёныш наплевал вам в уши, но до дел вас теперь допускать нельзя. Мури, сука. Сильно, блять, выёживаться начал. Тут же, блять, твой друг был. Урод. Или ты забыл, что ты друга позвал? Ну, что поделаешь. Не везёт тебе с друзьями, Феликс. Ничего, зато теперь у тебя есть Ниока. Вполне отличный друг. Не то, что этот ублюдок. Фум, на тебя. Гондон. Ладненько. С этим ублюдком мы разобрались. А дальше по сюжету мы пойдём уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться и написать комментарий. А мы увидимся с вами завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...